Вот уже два дня, как отгремела премия Муз-ТВ, а страсти вокруг нее все еще кипят. Так солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в личном блоге высказала все, что думала про современную эстраду и популярных артистов, которые щеголяли на мероприятии. Певица возмущается, адски тупая песня про пчелку, инфантильный мальчик Слава, Клава, прости господи, Кока и тонны обделенных талантом детей. Отдельный восторг у меня вызвали эпитеты «Кумир миллионов» в адрес практически каждого беспомощного фрешмена, которого через год смоет волна такого же шарпотреба. Во время церемонии 46-летняя Арбенина исполнила свой хит «Гавань» и впоследствии заявила, что больше не придет на премию Муз-ТВ. Музыкант призналась, что ее решение не связано с тем, что ей не вручили пресловутую тарелку. Номинации року этой премии нет вообще. Нет Шнурова и Земфиры, нет Бутусова и Шевчука, нет Логутенко, даже Живчиков Би-2 тоже нет. Сокрушается певица. И добавляет, номинации рэп тоже нет. И рэперов в нашей стране уже нет. Музыкант также высказалась в сторону организации представления, что до режиссуры этого парада безвкусицы, то хочу сказать искреннее спасибо Олегу Бондарчуку. Запихнуть меня в лучи света, отрезав от публики, это было сильно и в данном случае очень уместно, заявила Арбенина. В своем комментарии певица также восхитилась поступком Моргенштерна, который устроил скандал на сцене. Напомним, в номинации «Певец года» рэпер уступил победу Александру Реве, но остался недоволен результатом и выскочил на сцену с гневной ветерады и несправедливом голосовании. Моргенштерн потребовал, чтобы организаторы провели еще одно голосование. По словам рэпера, исход должны решать зрители. Предложил по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто является реальным победителем. Дмитрий Нагиев, который был одним из ведущих шоу, напомнил Алишеру, что он находится далеко не на сельской дискотеке, голоса зрителей подсчитывали несколько дней. Светская львица Ксения Собчак, которая также вела премию, не оценила поведение Алишера. Она сказала, что, судя по его глазам, он употреблял запрещенные препараты и предложила проверить Моргенштерна. Когда церемония закончилась, певец в своем аккаунте Инстаграм еще раз раскритиковал итоги премии. Алишер отметил, что самая настоящая победа измеряется не в бессмысленных железках. Позже музыкант отметил, что из всей скучной церемонии люди запомнят только его и назвал это истинной победой. Субтитры создавал DimaTorzok